Итак, ну что же, мы вернулись в студию и пришла пора поговорить как раз о нереализованных планах, которые когда-то созданы были архитекторами. Так вот, эти бумажные архитектуры, именно так называется выставка, которая открылась в Доме архитекторов. Что там можно посмотреть? В какой период времени она будет проходить? Сейчас мы узнаем у гостей. Итак, на связи с нашей студией Галина Зубаирова, координатор общественной организации «Культурный слой» и фестиваля Tom Sawyer Fest в Челябинске. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Я еще по совместительству курирую образовательные и культурные программы в Доме архитектора. Ага, ну вот теперь все сложилось в елочку, и теперь все стало понятно, почему именно вы будете рассказывать об этом. Вот расскажите, в чем вообще идея выставки? Идея выставки в том, что бумажная архитектура, она... Это нормально, это повод для размышления, это... Ну, на бумаге можно выразить вообще все любые свои идеи, самые сумасшедшие. И не каждый проект, он может дойти до реализации в итоге. Но это повод нам посмотреть на город с другой стороны, каким бы он мог быть, и, в общем-то, представить себя и свою жизнь в другом городе, как бы она могла измениться, если бы, например, вот площадь Ярославского была бы совсем другой. А вот расскажите, какие проекты, ну, такие самые запоминающиеся, представлены, что можно увидеть? Наверное, самый такой впечатляющий, ну, вот меня, по крайней мере, сильно впечатлило, это советский период, когда архитектура была совершенно какая-то как из сказок, из каких-то книжек. Такое у нас появилось наблюдение, вот дизайнеры, которые разрабатывали эту выставку, поделились со мной, что раньше как будто бы вот в советский период строили дома не до конца, как будто бы на 70%, и у многих зданий нет голов, то есть у них нет шпилей. Но, наверное, самое такое знаменитое, такой пример это Юргу, у которого недавно достроили шпиль, но вообще он как бы был без шпиля очень долго. И вот таких историй, таких зданий в городе оказывается довольно много. Недостроенных? Да, недостроенных. А вот есть еще какие-то были проекты, такие очень, я видел старые фотографии, на берегу реки Мяс какие-то такие прямо круглые здания, такие какие-то невероятные планировали построить. Да, да, там музей краеведческий был, вот, например, площадь Ярославского, она вообще была в одном из проектов задумана, как целый ансамбль, такой помпезный, такой мощный, как какой-то питерский, прямо совсем не челябинский, вот, но, к сожалению, не получилось реализовать. Но у вас еще был мастер-класс в день открытия этой выставки, и вы предложили всем желающим пофантазировать и свои проекты предложить. Было ли что-нибудь такое, что зацепило, что заинтересовало? Да, работ мы удивились, но работ было действительно много, и были классные проекты. Мы это все обязательно выставим, то есть у нас есть там специально планшеты пустые, которые мы оставили пустыми. Мы обязательно вывесим эти работы, которые были созданы на мастер-классе, и также мы призываем всех архитекторов или просто желающих присылать нам свои работы. Мы тоже их будем как-то вывешивать в течение этой выставки. Ну и вообще эта история, она не заканчивается. Мы сейчас думаем о том, чтобы переформатировать это все в виртуальную выставку, и тогда это вообще бесконечная может быть история, то есть можно бесконечно собирать эти проекты. Я знаю точно, что есть еще источники, до которых мы не успели добраться. Так что эта история, это только первый шаг. Ну а больше подключаются именно архитекторы, у которых профиль, или дилетанты, которые просто хотят действительно что-то, внести какой-то вклад в архитектуру города? Вообще все дети, взрослые. Даже дети? Да, да, у нас есть там детские работы. Вот Ирина Николаевна Текстер тоже подключилась и тоже нарисовала там свое какое-то видение. То есть вообще все, и мы призываем подключаться всех, потому что это совершенно... У этого же нет никаких последствий. На бумаге нарисовала, и все. То есть давайте помечтаем, давайте пофантазируем, каким бы мы хотели видеть город. Это вот бумажная архитектура, она про это. Ну а сама выставка, она будет до какого числа? Понятно, что вы ее хотите потом в онлайн формат перевести, но вот сейчас в Дом архитектора прийти. До 10 октября она будет висеть. Свободный абсолютно доступ. Призываю всех ознакомиться с информацией на первом и последнем планшете. Там очень важная информация. И также у нас там разложены карты по экспозиции, где на плане Челябинска обозначено, где какой проект находится. Ну как интересно. Вообще, ну очень интересно посетить эту выставку. Как можно с вами связаться, если вдруг захочет человек вот какой-то свой проект принести? У нас есть соцсети, это Инстаграм и Телеграм. Инстаграм это Архитектс Хаус. Там у нас в посте был наш имейл, домарх74собакаяндекс.ру. И также у нас есть Телеграм. То есть можно в любую из этих соцсетей писать. Ну что ж, спасибо. Услышаны будут, да, и все проекты увидят. Спасибо, отлично. Спасибо большое за этот рассказ и за интересную выставку, которую вы открыли в предыдущую пятницу. На связи с нами была Галина Зубаирова, координатор общественной организации «Культурный слой», фестиваля «Томсуэрфест» Челябинский. И куратор... Да, образовательных событий вот в доме как раз архитектора. Итак, друзья, мне кажется, прекрасная возможность есть сходить, посмотреть, какие бы были у нас дома, да, но их не случилось. Там очень много интересных вещей. Ну а прямо сейчас передадим слово нашему таксисту. У него есть новый вопрос, который он задает своим пассажирам.